Можно я вот тут добавлю, пожалуйста, потому что вы вышли на тему, которая тоже является весьма основательной, в том числе в рамках нашего эфира, и она продолжает эту мысль, поскольку New York Times пишет, что отношение к Путину среди россиян после начала операции ВСУ в Курской области ухудшилось, и там такой большой объемный материал, и там пишут журналисты, почему ухудшилось. Да, действительно, и вот можно ли связать первую вашу мысль вот с этой, на которую вы вышли, то есть что удары по военным объектам условно вблизи Москвы и Санкт-Петербурга могут привести к такому же эффекту, или мы этого просто не знаем? А вот мы не знаем с вами, ни мы с вами не знаем, ни генеральный штаб Украинских вооруженных сил не знает, ни политический эстабельшмент Украины не знает, мы с вами пока не понимаем, каким последствием могут привести эти удары. Они могут сработать как в одну сторону, так и в другую. Пока вот мы с вами видим удары дронами, они большого эффекта в настроениях внутри России не оказывают. Ну, по-честному. Вот просто. Да, еще раз подчеркиваю, есть смысл абсолютно в военном плане в этих операциях, то есть разрушается инфраструктура, уничтожаются самолеты, уничтожаются логистики и так далее. Военный смысл мы все это видим, но пока на ход войны это не влияет. Уничтожение, допустим, нефтеперерабатывающих объектов влияет на поставки топлива на фронт? Нет. Не влияет. Значит, влияет это на экспорт нефти России? Нет, не влияет. Вместо переработанной нефти, да, может быть, менее доходной, но тем не менее резко увеличили экспорт сырой нефти. То есть, таким образом, вот это все приводит к каким-то определенным эффектам. Может быть, это будет эффект накопления, да, когда там тут ударили, тут ударили. Тут ударили, тут ударили. И на 37-й раз вдруг какое-то начинает, так сказать, переосмысление идти. Но это, как говорится, переход количества в качество. Будут ли удары мощными ракетами там со 150 килограмм, или, по-моему, там даже больше 250 килограмм, боевая часть, которая способна там разрушить, предположим, здание штаба, или там какой-то аэродром, большой аэропорт, где там взлетают самолеты, предположим. Ну, условно говоря, Чикаловский военный аэродром под Москвой, да. Будет ли это эффектом, или не будет, мы не знаем. Потому что вот даже дрон по Кремлю же ударил. Непонятно, правда, откуда он был запущен. Небольшой дрон ударил по Кремлю. Мы с вами видели эти кадры. И что, произвело это какое-то впечатление? Ну, поахали, поохали, посмотрели эти съемки. Всем, так сказать, это было интересно. И тут же забыли. Поэтому мы с вами, вот это мы не знаем. Что мы знаем с вами точно? Что военные успехи Украины, поражение путинской армии будут иметь серьезнейший дестабилизирующий эффект в российском обществе. Это совершенно точно. Что мы с вами еще знаем? Успешная операция вооруженных сил Курской области, вооруженных сил Украины, она привела к сейчас подготовке волны мобилизации, новой волны мобилизации. Причем эта мобилизация, по нашим данным, мы, по-моему, с вами говорили об этом, она коснется крупнейших мегаполисов, городов Москвы, Петербурга, Московской области, Ленинградской области и так далее и тому подобное. В сентябре уже, да, по-моему? Ну, готовность дана команда к сентябрю все подготовить. Команда дана генеральным штабам и военкоматам, военным комиссариатам, комиссиям и так далее и тому подобное. Будет или не будет, мы пока с вами не знаем. Это уже решение политическое. Но организационно и технически они к этому готовы. Ну, вот еще осталось там 10 дней. Они отчитаются о готовности и скажут, хватает им, не хватает мобилизованных, и нужно ли освобождать от отсрочек студентов, там, брать их с каких-то курсов и так далее и тому подобное. Они это тоже обсуждают, но пока они еще до конца не свели, как говорится, дебет с кредитом, сколько они могут призвать. Реально. Поэтому вот эта вот волна, новая волна мобилизации приведет к серьезнейшему изменению настроения внутри общества и будет крайне негативно для самого Путина и его власти. Поэтому вот сказать, что сейчас я вот просто пытаюсь объективно отстанись, как будто, так сказать, там, с другой планеты судить на эту тему, то, что Шторм Шэдл там и другие ракеты, которые должны поражать военные объекты, с которых что-то взлетает и убивает украинцев, носить эти удары можно и нужно. И мне кажется, все эти ограничения, которые там ставят политические власти, это Соединенные Штаты Америки и Британии, они неверные в своей концепции. Принесет ли это какой-то эффект, добавит ли это что-то новое в общественное настроение в России, я сейчас сказать не берусь, потому что, например, я недооценил, вот, признаюсь честно, в эфире, я недооценил эффект от Курской операции. Недооценил. Вот я шерескал там глубокий военный смысл, может, там рейд по тылам, еще что-то, но оказалось, что сам факт оккупации, вторжения, взятия под контроль территории России, хотя, еще раз, я все время говорю, что когда начинается война, уже нет госграниц, есть линии фронта. Тем не менее, грубо говоря, перешли эту линию фронта МСУ и взяли под контроль часть территории Курской области, довольно успешно. И ничего россияне там не смогли сделать, и было много пленных, и продолжают их брать в пленные, потери там есть. Выходит дело, что вот этот эффект оказался гораздо большим не военным эффектом, а психологическим, политическим и так далее. Причем произошел эффект на вообще все страны. Ну, я думаю, то, что Иран поздравил Украину с Днем Независимости вчера, это не просто так. Это, в том числе, возможно, отражение одной из эк-отголосков визита Путина в Азербайджан. Внутри тоже очень сложные отношения между Ираном, Турцией, Азербайджаном, и в этом треугольнике там много чего есть. Ну, вот поэтому вполне возможно, что это и частичный эффект вот этой успешной курской операции. Денавий Владимирович, а вот смотрите, цитирую журналиста этого издания. «Постоянная утрата популярности может осложнить способность Кремля вести войну в Украине. Точка запятой. Популярность Путина может снижаться недолго, ведь президент России быстро восстановил свой рейтинг после мятежа Пригожина прошлым летом». Хочу тогда два вопроса задать. Первый, ну, как бы, вот то, что курс кооперации может осложнить, вернее, снижение популярности Путина может осложнить, продолжать вести войну в Украине. Это как вот можно объяснить, каким образом может осложнить? И второе, ну, мы знаем, что случилось с Пригожиным. Путин его просто убил. Значит, для этого, что ему нужно продемонстрировать такой же, ну, плюс-минус такой же результат демонстративно, то есть запустить ракеты по центру Киева, по правительственному кварталу, по офису президента Украины и так далее, чтобы этот рейтинг в доверии... А что, у него не было таких попыток, что он не запускает ракеты по Киеву? Если бы он мог, давно бы запустили. Вот, но я что хочу сказать. Вот это же кто пишет там? Ну, понятно, пишут люди, которые, в общем-то, оперируют какими-то знаниями, фактами и так далее. Ну, вот что думаете, прошел бесследно-пригожинский мятеж? Нет. А вы обратили внимание, что в этом году отпраздновали уже, извините, или там отметили годовщину этого пригожинского мятежа, его, так сказать, там все эти памятники и прочие памятные места завалили цветами, и там было достаточно жесткие высказания в адрес Путина и так далее и тому подобное. Я не думаю, что это все бесследно проходит. Все равно оставляет определенные рубцы в общественном сознании. Я не думаю, что просто так все. И вот мне кажется, что как раз и Курская операция, она тоже очень сильно подорвала доверие к Путину. Потому что видят, что война совершенно идет не по этому плану. И элемент усталости, он не только присущий Украине, которая терпит эту войну уже два с половиной года, но присущий России. А все тоже ждут какой-то развязки, какого-то завершения, чтобы было понятно. Потому что вся эта такая затянувшаяся операция, затянувшаяся война, она приводит к подавленному морально-психологическому состоянию, она приводит к изменению настроений в окопах, она производит изменение настроений в семьях. Все равно количество качеств, закон никто не отменял от этого, значит, количество трупов, количество гробов, количество погибших, покалеченных, все равно начинает сказываться. Все равно начинает сказываться. Все равно идет процесс накопления этих количественных предпосылок. Не проходит всё бесследно. Вопрос только, когда это всё может взорваться, или когда это может всё, так сказать, привести к каким-то результатам. Я всё время говорю, что если бы мы ещё активно работали все вместе над темой создания условий для раскола элит и поиска союзников внутри России и так далее и тому подобное, и вместе, я имею в виду западные коалиции Украины, российская оппозиция, то это бы сильно приблизило крах режима, ускорило бы. Потому что это один из самых эффективных методов ослабления режима, который, к сожалению, мы уже два с половиной года упускаем. Поэтому всё это когда-нибудь приведёт к краху путинского режима. Но очень хотелось бы его ускорить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!